друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамой и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребята давайте с вами обсудим последние новости как раз таки у поберухи обсуждать мы с вами будем шорт с которой лёля выложила сегодня мне уже по этому поводу написали мои зрители большое вам спасибо что вы пишете на что обратить внимание и так далее это тоже имеет большое значение но могу сказать точно что я уже еще до этих комментариев увидела этот шорт и конечно ребят конечно естественно не могла не обратить внимание на момент который меня прям возмутил до глубины души в общем во всем как говорится по порядку лёля выложила шорт у себя как раз таки да на ю тубе шорт под названием приехала в самый сложный момент ну да у лёли всегда моменты очень сложные всегда моменты непростые у лёли всегда какие-то трудности невзгоды проблемы такое впечатление знаете что только лёлька сталкивается с какими-то проблемами в жизни а все остальные просто вот ходят да вдоль какого-то там я не знаю поля где цветут одни цветы прекрасные ромашки васильки и так далее тоже знаете у нас не забот ни хлопот только проблемы у лёльки в общем название вот этого ролика как раз таки обусловлено тем что приехала лёлина мама мама приехала в самый сложный момент как написала лёлька друзья мои я так предполагаю что возможно лёля собралась свинтить свинтить возможно опять же в москву или еще куда-нибудь и может быть решила подстраховаться и опять же никто может быть не захотел приехать и она решила привезти сюда маму мама там наверное скорее всего добиралась сама да приехала дабы побыть со своими детьми не знаю может быть она приехала просто так проведать своих внуков свою дочку которая в очередной раз ждет ребенка от очередного мужчины на данный момент это ее муж ну лёльки да я имею ввиду что она не 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 от сожителя там забеременела забеременела от гриши короче надеюсь ребят вы меня поняли сегодня ну да ладно я смотрю как дети радуются бабушки это очень заметно и вы знаете дети лёлькины всегда оживают когда появляется человек которому они хорошо относятся Женя приезжает кормящая медалистка дети прямо вот к ней бегут ее всегда блепят видно что вот вот как они по Женьке скучают и знаете как бы чтобы там Женька не говорила что это дети моей мамы да помните как она один раз выразилась не мои братья и сестры а дети моей мамы да но при всем при этом видно что Женька старается для своих братьев и сестер вот плюс дети платят ей той же монетой дети Женьку любят как ни крути даже вот сейчас вспоминаю ситуации когда приезжала вот этого цвета жемчужинка да с которой лёля тогда дружила которая у лёльки работала и тоже дети всегда с великой радостью встречали вот эту свету потому что она тоже как правило с пустыми руками никогда не приезжала привозила там какую-нибудь варенье печенье какие-нибудь закрутки банки склянки плюс детям всегда готовила что-нибудь вкусненькое ну и может быть тоже знаете находилась у неё какое-то доброе словцо да и какой-то момент внимания пусть самый небольшой но детям этого было достаточно к сожалению дети не видят элементарной заботы любви внимания и мама родная времени не уделяет поэтому дети тянутся к другим людям ну здесь бабушка бабушку они любят естественно это все понятно я смотрю ребят полно детей на кухне а дети бегают там значит туда-сюда на столе стоит вот эта продукция которую лёлька да пытается пытается сплавить своим зрителям своим хомякам своим донатчикам обожателям там же дети бегают там значит тоже туда-сюда и вот в один прекрасный момент я вижу как картина маслом без слез не взглянешь Настя девочка достаточно хрупкая еще совсем маленькая друзья мои держит на руках варю которые вот через месяц исполнится уже годик я честно когда этот момент увидела и сказать что я была в шоке это не сказать ничего при всем при этом тут же на кухне есть гриша который что-то как-то не очень доволен в этот момент на кухне есть бабушка в этот момент я так понимаю поберуха снимает вот это вот кино и и никто маленькому ребенку не делает замечание по поводу того что она таскает такую тяжелую сестру ребят ну давайте по чесноку это Настя весит но от силы 30 кг ну может быть даже 28 она худенькая невысокая небольшая девочка да 28-30 килограмм ребят она таскает варю которая такая вся крупная большая такая вот да сама ну пусть я не знаю сколько варя весит может килограмм 10 весит да опять же вы представляете какая это нагрузка ведь девочкам девушкам женщинам категорически нельзя таскать тяжести это опущение всех органов это чревато огромными последствиями огромными последствиями для здоровья ребенок в 28 килограмм таскает другого ребенка который весит кг-10 это разве нормально я честно сказать что я в шоке ребят опять же это не сказать ничего кто-то скажет ой может быть она там это все сделала для контента ребят для какого контента я вот в это даже не поверю что здесь для контента чтобы знаете вызвать вот этот вот общественный резонанс общественное возмущение и так далее тут вот настолько всем пофиг да то есть тут даже бабушка которая казалось бы я понимаю что это пожилой человек я понимаю что лёлькина мама лёльки 38 мать лёлькина родила ее в 38 лет да то есть бабушке уже 76 лет она пожилой человек но вы меня извините она же еще в здравом уме да вот просто вот для того чтобы сказать куда ты схватила ребенка ну любой близкий скажет гриша тоже стоит молчит как этому ненормальный лёлька молчит то есть я так понимаю что для них это в порядке вещей что маленькие дети таскают других детей мы с вами удивлялись и говорили по этому поводу когда саша таскала а что у саши вот саше сейчас получается 12 лет исполнилось да а веронике исполнилось три года то есть саша точно так же веронику таскала еще с девятилетнего возраста варьку тоже саша таскала но когда я увидела что настя тащит это конечно вообще ребята это капец самый настоящий вы знаете я когда смотрю канал дневник приемной мамы тоже иногда делала на них обзоры но у меня времени сейчас не хватает вот я смотрю что там ругают 11-летних тоже девчонок которые таскают шестимесячного вот этого как раз таки внука вот этой приемной да блин ну там этому 6 месяцев он еще поменьше намного меньше нежели варя вот даже сам по весу да и девчонки там ну покрупнее побольше там 11 лет там вроде как будет даже 12 а это-то настя она вообще маленькая девчонка и худенькая это ужас ребят честно я я в шоке а вообще конечно мне понравилась еще эта картина кухня куча детей да волосы там у девчонок да у вероника только была заплетена у матроны там ничего не хвостика ничего нет у насти тоже волосы распущены тут же у них на столе лежит вот эта продукция на продажу то есть все как всегда у лёли все как обычно покупайте у нас наивкуснейшее качество обалденное да видимо и продукция там и с волосами и совсем на свете и так далее короче приехала бабушка лёлина мама типа приехала в самый нужный момент самый сложный момент вы знаете вот опять же куда не поцелуй вот это про лёльку везде жопа лёля все равно все потом обосрет маму обосрет свою как бы ей мама не помогала мама ей раньше помогала да и вот даже вот эти моменты что мама приезжает несмотря на свой такой достаточно пожилой возраст все равно лёля ничего не оценит все равно потом спустя какое-то время недельку или две на каком-нибудь вот очередном стриме для того чтобы знаете чтобы чтобы так скажем удивить своих зрителей еще больше лёлька расскажет какие-нибудь гадости мама виновата это вот потому что мама вот так вот 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 так вот меня к этой ситуации подвела короче лёля как всегда в кавычках найдет как отблагодарить свою маму за ее помощь и за ее поддержку ну что ребят вот такой мне получился обзор продолжение следует пишите что вы думаете по поводу этой ситуации оставляйте свои комментарии всем пока пока что вы думаете оставляйте свои комментарии оставляйте свои комментарии я думаю что не успею Продолжение следует...